Значит, управление сегментами отката. Рассмотрим, что такое сегменты отката. Как происходит управление в этих сегментах. Как у нас обрабатывается транзакция. То есть, когда мы делаем какие-то изменения, соответственно, пользователи наши изменения не видят, пока мы транзакцию не закроем. Ну и рассмотрим, как создаются эти сегменты. Тоже раньше их надо было создавать администратору вручную. Сейчас у нас уже автоматическое управление. И информация о том, где можно получить из словаря данных, из каких представлений, что у нас творится в плане управления сегментами отката. Значит, существует два способа. Ручное и автоматическое. Автоматическое по умолчанию. Ну, девятки уже. Значит, раньше undo называлось rollback. То есть, это были сегменты отката, так и назывались. Rollback сегменты. Потому что это понятие было очень тесно связано с транзакциями. То есть, с откатом транзакций, с rollback, поэтому и называли их так же. Значит, ну, вот такой вот пример. Значит, мы изменяем что-то в таблице. Нет, это undo так и называется. Назад. Откат назад. Значит, мы что-то меняем в таблице. Соответственно, вот у нас в буфер кэше здесь блок, скажем так, ячейка поменялась на новый образ. Но старый образ не исчезает. Не исчезает до тех пор, пока мы не закроем транзакцию. Старый образ надо где-то хранить. Значит, старый образ помечается в undo сегментах. В это табличное пространство. Значит, почему он сделан вот в виде тора, да? Значит, запись происходила следующим образом. Вот мы что-то меняем. Оно сюда пишется, пишется. И этот сегмент растет. Если мы не закрываем вовремя транзакции, то дойдя до какого-то предела, он видит, что сюда он писать уже не может. Некуда. Что происходит? Здесь происходит разрыв, грубо говоря. И еще одна вот такая вот четвертинка от бублика вставляется между ними. То есть между этой и вот этой частью вставляется еще кусочек. И он начинает писать в него. Если он дошел опять, а вы транзакцию не закрыли, соответственно, он еще кусочек вставит. И анду табличное пространство начинает разбухать в размерах. И анду табличный пространство. Таким образом, нет. Вот таких сегментов они делают. То есть когда ты выбрешь больше, 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 чем, ну, а там нет, не делай, да? Они делают тогда... Вопрос в том, что у нас есть зарплатный проект, а потом эти транзакции, там, например, 10 тысяч зарплатных записывает, что они должны либо в комит, типа, у этой темы прошло, либо нет. Так, получается, половина получили зарплату, половина не получили. Не бывает, в случае, что надо большое количество операций. Ну, то есть, реально, в принципе, вот такие трещины, которые у нас большие. Они же должны спросить, что они делают. То есть, это какая-то статетная операция, наверное, может быть, поэтому... Нет, обратно нет. То есть, обратно администратор должен сам руками привести его в божеский вид. Нет, там надо ресайдить. Нет, но в БДД можно ресайдить? Можно? Можно ресайдить вниз, если он пустой. Ну, вот, скажем, он заполнен на 8%. 20% это free space. Не отданный ни под какие экстенты. Ты можешь его ресайдить на эти 20% групп. Да, на это тоже идет время. Ну, как бы, получается, он размер его, как максимальная вот такая транзакция была? Ну... Сколько сумма вот этих транзакций, которые были? Ну, он как? Тут, может быть, не одна транзакция, тут, может, десяток транзакций. Очередная транзакция затребовала места в этом сегменте. Места не оказалось. Соответственно, в это время, да, транзакции не закрыты. Но, может быть, дезинфицирован не факт, что в следующем месяце будет не такой. Это да. Вот, думаю, это может быть... Значит, почему еще он вот такой вот круговой? То есть, если мы здесь транзакции закомитили, соответственно, эта информация уже не нужна. Она вот здесь вот появилась новая. Соответственно, он доходит видеть, что здесь нет активных транзакций. Начинает перезаписывать и использовать его заново. Поэтому, если транзакции вовремя закрываются, ну, как вовремя, имеется в виду, там, не каждую неделю, значит, а в зависимости от размера этого файла, то, соответственно, ему не требуется автор расширения. Значит, вот таким вот образом он работает. Ну, и вот более детально, значит, используется эта информация для восстановления транзакций. Ну, например, что-то работало, работало, какие-то транзакции были, бах, сервер упал. Соответственно, он должен не только сделать накат по журнальным файлам, но еще сделать откат и очистку вот этих вот незавершенных транзакций. Используется для непротиворечивости чтения. То есть, пока вы не сделали коммит, все остальные увидят те данные, которые были, старые. А, еще раз, когда записываются данные, записываются новые данные? Так, а они, когда читают, когда читают данные, то есть, вот блок, допустим, да, он записывался данные, ищут данные, но это записывается новое. Новое, да. А, когда читают, не читают активы? Если транзакция не закрыта, то пользователи должны видеть старые данные. Соответственно, они берут их из инду. Там есть такой, этот блок помечен, что он начинает. Да, 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 да. Поэтому его надо читать из инду. Да, естественно. Ну, не просто. Ну, вот, собственно говоря, вот, вот здесь эта ситуация с чтением. Я делаю select, да, вот он видит, что этот блок имеет новый образ, да, и транзакция не закрыта. Соответственно, старый образ он должен вытянут вот отсюда и пойти дальше. Следующий вопрос. Более новое следствие. Не на этом, не на этом принципе основана наш шок за определенные числеты? Это очень похоже. Уже определенное время. Значит, на этом принципе основан откат по корзине. Не, по определенное время я могу сказать состояние. На том, что он бререт базу. Да, да, да. Нет, значит, флэшбэк там отдельный свой буфер, отдельные свои файлы. Но есть понятие корзины. То есть я могу откатить какие-то вещи. Удалили таблицу, все. Она у меня осталась в файле. То есть место просто помечено как пустое. И вот если у меня этот анду достаточно большого размера, то я могу, скажем, в течение часа спохватиться и восстановить данные. Ну, в общем-то да. Да, в общем-то да. Да. Ну, там, в десятке это просто команда, флэшбэк, тейбл там. То есть это простая команда SQL. То есть она откатывает. В девятке этого нет. Нет, в девятке этого нет. Пробовать можно, но придется восстанавливаться из бэкапа. Значит, вот эти вот сегменты анду, они бывают двух типов. Системные, потому что мы меняем какие-то таблицы, что-то меняется в словаре данных, значит, система тоже их держит. И несистемные, соответственно, то, что используется нами. Значит, системные сегменты отката, они расположены в табличном пространстве систем. Там у него есть все. Несистемные, значит, они расположены в табличном пространстве специального типа, анду, которое создается при создании базы и так далее. Если мы не создаем пространство анду, соответственно, вся область отката у нас ляжет в системное табличное пространство, потому что будет использоваться системная область анду. То есть это очень нежелательно, потому что у нас систем будет прыгать в размерах, постоянно меняться, и этого делать не надо. Значит, автоматическое управление сегментами отката. Ну, в общем-то, как я и говорил, значит, автоматически идет расширение этого файла. Данные, которые помечены как неиспользуемые, то есть транзакция закрыта, они перезаписываются. Значит, Oracle автоматически выделяет вот эти вот сегменты под хранение старых образов, ну, и, соответственно, автоматически их освобождает. То есть мы в данном случае никак в этот процесс не вмешиваемся. Мы можем только вести диагностику, смотреть, сколько размера ему надо. Мы можем примерно посчитать по интенсивности транзакции, какого размера нам необходима анду, скажем, чтобы держать там историческую информацию, ну, там, не знаю, какой-то определенный промежуток времени. Да, потому что у них же, понимаете как, есть кластер. Кластер – это несколько экземпляров, которые работают на одни и те же файлы данных. И вот они постоянно оговариваются, что сегменты отката там и так далее, это все относится к одному отдельному экземпляру. То есть если у меня кластер – два экземпляра, значит у каждого свой анду. – Нет. Нет. Каждый экземпляр это свой набор файлов и своя структура в оперативной памяти. У кластера, да, файлы данных, они общие. Это имеет в виду кластер, который реоаппликейшн кластер. Вы работаете, поднимаете на то же время, а они... Да, но вот undo у них каждое свое. А почему? Такая архитектура. Так они сделали. Ну, в общем-то да. Да, в общем-то да. В общем-то да. И undo, 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 undo. Да. Да. Но вы делали там 10 карманы, 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 10 карманы. Нет, значит, раньше получалось как. Раньше мы, когда, особенно это актуально было для семерки, когда запускали транзакцию, мы еще должны были указать, в каком сегменте отката она будет держать свою информацию. То есть это было более сложно. Соответственно, администратор должен примерно посчитать, ага, у меня будет там 30-50 раз акций, значит, я должен заранее выделить там 30-40 сегментов. Сейчас этого уже делать не надо, поскольку это все автоматически происходит. То есть... Да, и Oracle, как бы, он размеры этих сегментов подбирает сам. Раньше этим должен был заниматься администратор, он должен был прикинуть, какие транзакции идут, что они меняют, и делать сегменты соответствующих размеров и нужного количества. То есть я делал, подключил этот сегмент в нашу транзакцию, и оборвался, этот транзакция подключил, и что будет вредить данные? Как это будет вредить? Какие данные будут вредить? Я зашел, я буду вредить вонду данные? Да, естественно. Значит, но... А я должен вредить данные из вонду? Когда я подключаюсь к кластеру, я произвольно к кластеру подключаюсь? Ну, в общем-то, да. Хорошо, я зашел, а у меня анду свое, раз в этой части кластера оборвался, потом захожу, попадаю на другой, я не вижу данные? Нет, вы видите старые данные. Старые. А, ты должен поверить, что я из вонду? Нет, почему? Потому что я не закончил, потому что я не закончил. Да, транзакция не закончена, и есть какой-то промежуток времени. Правильно? Пока... Нет, если сессия оборвалась, все, вы свои новые данные не видите, вы видите только старые. Да. Если у вас транзакция, то администратор ваша оборвалась? Нет. Есть системный монитор, который находит подвисшие сети, да, убивает и откатывает транзакции. Значит, два параметра инициализации. Undo Management Auto или Manual по умолчанию авто. И Undo Table Space указывается в имя табличного пространства. Undo. Вот, собственно говоря, все, что мы ставим для указания того, как у нас будут работать откаты при инициализации сервера. Ну и вот еще эти параметры. Значит, Management Auto или Manual, как я сказал, и в Undo Table Space мы даем имя табличного пространства, которое является Undo. Нет, это имя табличного пространства. Чем ответить? Нет, я понял, что это вот из всех слайдов. Table Space, это, скажем, Table Space для нескольких систем. Значит, все гораздо проще. Какой-то DBF? Нет, все лежит в файлах, в DBF. Да. Табличное пространство, это просто, скажем так, некое... Нет, это логическое понятие. Это, грубо говоря, группировка для нескольких файлов, если их больше, чем один. Это может быть как один файл, для нескольких файлов. Да. Под этой нескольких будет скрываться один или более файлов. Да, это просто группировка. Логическое понятие. Значит, создается Undo на момент создания базы данных. То есть, Undo Table Space, его имя, Data File, размер, Auto Extend. или же потом, когда нам необходимо, Create, Undo Table Space, Data File, все остальное. изменяется. Ну, собственно говоря, так, как и любое другое табличное пространство. Вот, я как бы в Undo TBS добавляю еще один файл данных размером 30 МБ. Это Data File. Удаление команды Drop удалять всегда просто. Самый простой синтексис. Нет, единственное, что, значит, если в этом табличном пространстве Undo есть активные транзакции, то он его не удалит. Значит, для того, чтобы удалить табличное пространство Undo, нам надо сделать то же самое, что и с темпом. Переключиться сначала на другое. Да, то есть, там вот параметры инициализации, да, Undo Table Space, где указывается его имя. То есть, оно тоже как бы дефолтное. Соответственно, если нам надо вдруг переключиться на другое пространство, активное удалить, то мы должны сделать то же самое. То есть, переключить параметры инициализации на новое Undo пространство. Значит, соответственно, новые транзакции пойдут в него. Дождаться там, чтобы транзакции закончились, чтобы не было вот этих блоков старых образов, и потом его можно удалить. То есть, просто так удаление, оно тоже не пройдет. То есть, должно быть выполнено ряд условий. То, что мы переключились на другое Undo, и в том старом Undo нету активных транзакций, то есть, нету образов старых блоков. Тогда удаление пройдет. Есть один замечательный параметр Undo Retention. Значит, вот когда я показывал вот этот вот бублик, я говорил, что да, скажем, там держится информация о текущих транзакциях. Можно дополнительно ворот сказать, что после того, как транзакция транзакция закрыта, а принудительно держи мне еще эти старые образы какое-то время. То есть, транзакция закрыта, все, новый образ вступил в силу, значит, старый нам уже не нужен. Но мы можем сказать, а держи мне принудительно старый образ в Undo еще там какое-то время. А это речь будет именно о времени или о каком-то событии? О времени. Undo Retention. Он задается в секундах. Значит, как правило, по дефолту он стоит там на 15 минут. Значит, но чтобы этот параметр работал, для табличного пространства надо поставить модификацию Retention Guaranty. Чтобы этот Retention был гарантирован. Значит, в Девятке это не так актуально, а в Десятке вот корзина, она как раз построена на вот этих вот механизмах удержания данных в Undo. То есть, чем больше вы удерживаете данные в Undo, тем больше в Десятке есть шанс восстановить таблицу назад, или то, что там удалили. То есть, это параллельная технология флешбеку. Там ретроспективные запросы и откаты по отдельным транзакциям, а здесь просто можно взять из Undo то, что было, и быстренько восстановить, даже если флешбек не включен. И я точно не помню, но, по-моему, в Девятке корзина появилась. Так, не означай. То есть, ее не рекламировали, но, по-моему, появилась она в Девятке. Сколько вот эти вот все Undo Retention и Retention гарантии, они в Девятке есть. Мне надо будет поднять документацию. То есть, в этом случае, если кто-то убил вам табличку, в течение вот этого вот времени ее можно быстро... Значит, есть ряд представлений, из которых можно посмотреть статистику работы наших транзакций, значит, по времени, по занимаемому пространству внутри этого табличного пространства. Значит, V$ UndoState. Значит, V$ UndoState, оно показывает нам просто статистику работы наших транзакций. То есть, в принципе, здесь ничего интересного нет. Значит, ну вот следующее представление, да, оно же, вот используется следующим образом. То есть, мы суммируем количество данных, которые попадали туда, да, то есть, мы смотрим, какое количество Undo блоков у нас генерировало в секунду. То есть, насколько интенсивно у нас работали транзакции, насколько интенсивно у нас изменялись данные. То есть, мы взяли сумму блоков, посчитали по времени и получили вот это вот число. вот это вот используется для того, чтобы рассчитать, какой размер нам пространство Undo нужен, для того, чтобы гарантированно хранить информацию после завершения транзакции. Ну, я... Да, Convert Day to Seconds. То есть, мы за день смотрим, значит, какой объем Undo у нас был нагенерирован. То есть, насколько интенсивно. Почему это необходимо, или, скажем так, почему этим пользуются? Как правило, Undo не ставят авторасширяемой. Потому что его сужение связано с тем, что нам необходимо останавливать базу, делать ему Resize, то есть, Undo так в горячем режиме нельзя сужить. Соответственно, его авторасширяемом не делают. А если его размера не хватает, соответственно, вы получаете сообщение об ошибке. Поэтому примерно пытаются оценить подобными запросами к статистике использования Undo, какой объем данных у нас генерировался за день, чтобы посчитать дальше, насколько нам надо увеличить или уменьшить потом это пространство. Это если не делать его авторасширяемым. Если мы делаем его авторасширяемым, то нас эти вычисления особой роли не играют. Но в этом случае мы должны быть уверены, что мы не дойдем до 32 бигабайт и у нас не закончится место на партии. В десятке это красиво показано, там целый график строится, значит, количество транзакций в секунду, размер и сколько можно хранить информации. вот более сложный запрос, то есть размер анду табличного пространства из андустата. То есть есть специальная формула, по которой они вычисляют и они все это тянут. Исходя из андуретеншн, которые мы выставили, и вот эта вот генерация в секунду. Значит, и откуда можно посмотреть информацию по тому, как используется анду. Значит, андустат это основное представление, где берется статистика. есть еще два полезных представления сэшн и транзакшн. В сэшн мы видим все наших пользователей в текущей сессии. Ви доллар транзакшн мы видим все текущие незакрытые транзакции. сэшн да, доллар лок. И ты объединяешь ее с вид доллар сэшн и смотришь. Ну и время естественно там есть. Она передавает как это сама табличка блокируется при этом значит тут смотри значит здесь тебе надо использовать три преступления ви доллар сэшн ви доллар про чесис и ви доллар лок. ты по локу определяешь сессию а по сессии процесс в операционной системе и заходишь делаешь килл минус 9 номер процесса все свободны. Потому что под линуксом под юниксом у тебя каждое соединение это отдельный процесс с отдельным номером. Под виндой нет. Под виндой это может и под виндой нет. Под виндой там нет. под виндой я даже затрудняюсь сказать как. То есть там подруга да как как убить именно да определить именно его процесс то есть тут я не скажу так сходу. А вот здесь вот с блокировками вот три представления объединяешь сможем написать селектики и посмотреть кто кого когда и за что держит. нет ну какие объекты заблокированы нет 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 Продолжение следует...